МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире расскажет Наталья Белова, директор Центра социальной поддержки населения Твери. Наталья, я очень рада вас приветствовать в программе «Прямой эфир». Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз давайте напомним нашим телезрителям, кому положен этот статус. Этот статус присваивается всем рожденным с 28-го года по 45-й включительно. И могу рассказать немножечко об истории, как все-таки этот статус обрел свое теперешнее... Официальное состояние, скажем так. Да. 13 лет общественные организации города Твери обращались к властям с просьбой присвоить официально статус «Дети войны». И вот только получилось, что действующий губернатор Игорь Михайлович Рудени услышал наше поколение пожилое и вышел с такой законодательной инициативой. Вот наши телезрители слушают, понимают, что они родились именно в этот период. Вот куда нужно обратиться для того, чтобы оформить документы для получения этого статуса? Можно обратиться сразу в несколько мест, а именно в МФЦ. Что такое МФЦ? Это многофункциональный центр. Мои документы. Эти центры есть во всех четырех районах города Твери. В Заволжье это Санкт-Петербургское шоссе 28. Пролетарские пенсионеры могут посетить этажи, это торговый центр за торговым центром Рубин, и туда сдать свои документы. Более того, в Московском районе открылся новый центр, называется «Айсберг». И тем, кто живет за мостом, за Южным, не нужно его переезжать, а можно спокойно прийти в этот центр и сдать документы. Ну и, конечно, Трехсвятская шесть, ее никто не отменял. А также к нам на Склисково 48. То есть и вы тоже будете принимать? Конечно, и принимаем. Какие нужно нести с собой документы, бумаги? Сразу проинформируйте. Паспорт, ксерокопию двух страничек, где регистрация и фотография. И фотографию 3х4, одну. Получатели льгот, да, это люди уже глубокого возраста, им трудно добраться, не то чтобы даже в очереди постоять. Вот как вы стараетесь оптимизировать эту работу, чтобы удобно было принимать? Смотрите, во-первых, как я уже сказала, не обязательно ехать из Заволжского района к нам, можно совершенно недалеко от дома на Санкт-Петербургском шоссе сдать документы. Второе, если вы все-таки приехали на Склисково 48, у нас работают два кабинета по приему этих документов, 110 и 111, а получают его люди через 7 дней в 108 кабинете. Это мы сделали специально, чтобы развести вот эти два потока. Так скажу, что к нам уже обратились 9800 человек за получением удостоверения. Поэтому развели в разные коридоры для их же удобства, что сдаёте в одном месте, получаете в другом месте. Наталья, а вот если человек сам не может прийти к вам и оформить документы, что нужно делать? Если человек захотел получить это удостоверение, то не нужно волноваться. Можно родственника, либо социального работника попросить и написать от руки доверенность, что я Иванова Мария Ивановна доверяю такой-то, такой-то, получить удостоверение «Дети войны». Подписалась, отдала, свои документы отдала этому человеку, которому доверяешь. И человек спокойно с паспортом к нам приходит и сдаёт эти документы. Точно так же он их сдаёт и в МФЦ. Какие преимущества даёт статус «Дети войны»? Дети войны, прежде всего, получают право на льготный проезд. Это как бы самое основное. Ведь из 28 тысяч этой категории, 2 800, не имело никаких льгот. И вот эти люди в первую очередь и впервые получают льготный проезд за 302 рубля. Ещё какие есть? Внеочередное обслуживание в медицинских учреждениях. Также они могут вызвать социальный автомобиль в комплексном центре для того, чтобы совершить какие-то поездки. Но кроме тех преимуществ, которые вы перечислили, нужно ещё особое внимание уделить тем выплатам, которые будут в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Много вопросов по этой теме. Этой категории будет совершена единовременная выплата ко Дню Победы. Размер её, к сожалению, я сейчас не могу озвучивать. Вопрос решается? Да, вопрос решается. Губернатор озвучит и подпишет эти суммы, которые будут выплачиваться. Далее люди получат эти денежки ко Дню Победы в той форме, в которой они получают и пенсионные выплаты. То есть если вы пенсию получаете дома, то вы и деньги получите на дому. Если вы получаете на почте, значит вы на почту придёте. Если вы пенсию получаете на карту, то туда же и придёт эта выплата. То есть человек вправе выбрать для себя удобный вариант. Конечно. В любом случае, здесь, наверное, тоже не нужно какие-то документы дополнительные нести. Всё будет беззаявительно. То есть никакие не надо писать заявления. Да, нет, нет. Выплата формируется автоматически. А когда возникают вопросы, куда нужно звонить? Позвонить вы можете по телефону 78 19 11 78 18 65. Наталья, а что касается льготного проезда? Вот все сейчас обсуждают тему перехода на новую систему пассажирских перевозок. И, конечно, к нам в редакцию звонят, задают вопросы. Разъясните, пожалуйста. Ну, значит, транспортная реформа вступила в своё начало. Что же будет с льготным проездом? Я расскажу только о тех льготниках, которые пользуются билетами за 302 рубля. Которые они всё время покупали на почте. Теперь, на февраль мы ещё ездим по этим льготным билетам. Но уже во время февраля нужно подготовиться к марту. Для этого вы приобретаете в банке, совершенно бесплатно заказываете карту социальную для проезда. Вам её через 5 дней выдают. И далее её нужно зарегистрировать. Для регистрации вы, опять же, можете прийти в любое отделение МФЦ. Сразу напоминаю, Заволжье, Центр этажи, Айсберг и Трёхсвятская 6. В любом из этих многофункциональных центров. Также, конечно же, на Скользково 48. Карту регистрируют буквально 2 минуты. После этого перевозчик видит вас как льготника. Далее нужно прийти в ближайшее отделение Сбербанка, в банкоматы, и оплатить проезд 302 рубля. Если раньше выходили на почту приобретать и оплачивать, то теперь вы будете ежемесячно перед первым числом месяцев, которые будете совершать поездки, вносить туда 302 рубля. Цена 302 рубля и безлимитное количество поездок. Но если будут какие-либо вопросы, куда опять можно будет позвонить? А можно звонить именно по тем же телефонам, которые я назвала ранее. Спасибо, что вы пришли к нам в студию, ответили на все вопросы. Наталья, до свидания. Всего доброго. Это была программа «Прямой эфир». Встретимся, как обычно, на следующей неделе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова